Я очень прошу Радаева Валерия Васильевича помочь мне. Крик о помощи от ветерана Анны Федотовой. В начале марта 90-летняя жительница Саратова уже была героиней нашего сюжета. Тогда она вместе с остальными жителями дома 199 по улице Танкистов просила отремонтировать прохудившуюся крышу. Приходила прокуратура, посмотрела, сказали, пусть придет управляющая компания и будем ждать тендера. Как тендер разыграется, тогда, соответственно, будем делать крышу. Ну, буквально через неделю пришли подрядчики одни, потом пришли подрядчики другие, и вот эти подрядчики начали делать. Но работы здесь длились недолго. Старую кровлю сняли, а новую положить не успели. Один подошел ко мне и говорит, Анна Кенна, мы уезжаем. Я говорю, как же так? Так не бывает ему, говорю, что пол крыши открыли и уехали. А он говорит, что аванс ничего не выдали и не дают никаких денег нам. И они уехали. Капитальный ремонт крыши в доме на Танкистов планировался еще год назад. Однако контракт с подрядчиком был расторгнут. Нового фонд капремонта не мог найти до марта этого года. Электронные аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. За срыв сроков проведения работ руководителю фонда Вере Прохоровой было внесено представление. Сейчас она успокаивает жителей. Ничего страшного не произошло. Рабочие на объект вернутся. На самом деле у нас просто сейчас ожидается поставка материалов. Потому что те материалы, которые у нас закончились у подрядной организации, в течение трех тысяч дней должны дойти на другую часть дома. И работы будут продолжены. Люди пусть не перестывают. Мы тоже сами сообщим. Как бы ничего в этом страшного нет. Дом никто не бросает. Работы будут выполняться дальше. Сейчас работы на объекте ведет компания «Возрождение». По версии жильцов, ремонт крыши остановили из-за отсутствия средств у организации. Подрядчик озвучивает свою версию случившегося. Мы взяли и сняли людей на два дня. Потому что мне срочно надо было в одном месте закрыть дело. Поэтому я их взял, на два-три дня снял. Сейчас сюда завтра завезем материалы. Оставшиеся люди вернутся на место и будут работать. А там пошел какой-то ажиотаж непонятный. Что все, там бросили, убежали. И 1 мая все будет сделано, вся крыша, да. Во время проведения кровельных работ был поврежден отопительный бак на крыше. И в результате квартиру Анны Федотовой в очередной раз затопило. И виновных теперь не найти. Когда мы приступили к работе, демонтаж старой кровли. Значит, управляющая компания. У них эти трубы, которые идут на чердаке, были привязаны веревкой, проволокой к стропильной части крыши. Мы их вызвали, они приехали. Отвязал эти трубы, бросил их на потолок. И все. Они, соответственно, где-то в стыках чуть протекли. И чуть-чуть, и где-то что-то к бабушке там протекло. Не работают управляющие компании. Не работают. Снег не чистят, не убирают. В общем, ужасные дела. Обслуживанием дома на танкистов 199 занимается компания «Тополь». Организацию уже уличали в ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию общедомового имущества. Директор привлекался к административной ответственности и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Связаться с работниками и руководством управляющей компании съемочной группе не удалось. Телефон не отвечал, а в приемные часы двери организации оказались закрытыми. Анна Акимовна переживает, кто теперь починит потолок в ее квартире. Ведь на то, чтобы в доме поменяли крышу, она потратила целых семь лет. Я не могу больше даже разговаривать, меня все трясет. А теперь вот под старость мне все время заливают водой.